Итак, сегодня я хочу поговорить с вами на очень клевую тему, на самом деле, которая касается денег, потому что я заметила, что когда я даю возможность вам задавать вопросы, точнее, говорить свои пожелания на тему того, какие эфиры вам интересны, то, конечно, тема денег одна из самых интересных для большинства людей. И тема, почему у меня денег нет, она, конечно же, очень популярная, потому что, как ни крути, большинство людей страдают от недостаточного количества денег, хотят денег больше и очень переживают, что их нет. И вообще, сегодня вы посмотрите на эту ситуацию немножко с другой стороны, потому что я не зря сказала все эти слова ранее, которые сказала, потому что, действительно, у большинства людей с деньгами, с мыслями о деньгах связаны переживания, страдания, стресс. И каждый раз, когда человек начинает думать о деньгах, а это история связанная, мне нужно за что-то заплатить, мне нужно что-то купить, мне нужен дом, мне не хватает, где взять их больше. Дети просят, мне неудобно, у ребенка день рождения, как ему подарить подарок. И постоянное состояние стрессовое у человека. Я это прекрасно знаю, потому что, как минимум, половину своей жизни, кому я вру, большую половину своей жизни, я провела именно с мыслями о деньгах, со страданием, с таким чувством, не с мыслями, а с чувством страдания, когда я думала обо всем, что связано с деньгами, вот так скажем. И давайте для того, чтобы понимать вообще, что происходит, а как вы помните, я веду марафон «Рерайтер жизни», суть которого достаточно проста, научить вас управлять своим мышлением, и, в общем-то, найти взаимосвязь между тем, какова наша реальность, и тем, о чем мы думаем, и, соответственно, что мы чувствуем, какая большая машина едет. Поэтому мы будем разбираться с вами с этой позиции. Итак, у нас с вами есть подсознание. Что такое подсознание? Подсознание – это такая некая программа, которая работает по умолчанию, наше ПО, давайте назовем это так, оно работает по умолчанию. Вот туда что-то записали, мы обновили с вами айфон, и у нас какое-то ПО появилось новенькое. Вот у нас с вами наше ПО создается с детства. На уровень подсознания забрасываются все те программы, которые нам создают. Красивый ты или некрасивый, умный или неумный, умеешь ты рисовать или не умеешь рисовать, ты талантливый танцор или ты отвратный танцор. С детства наше ПО создается. И уже достаточно рано, к 8-9 годам, мы уже четко сами понимаем, каково наше ПО. Мы с вами уже какими-то себя чувствуем. Мы уже знаем, красивы мы или некрасивы, привлекательны или непривлекательны, дружелюбны, или мы изгои и всех боимся, над нами все смеются, или мы лидеры класса. Мы это уже о себе знаем. И на удивление у нашего подсознания, представьте себе, что подсознание это какой-то классный чувак, ему рассказали, каким оно должно быть, и это подсознание, это чувак всех хранит. Вот ему сказали, ты красивый, он такой, да, это вот красивый положил. И вот мы всем этим в карманчике, разные наши подсознания, наш друг подсознания, он эти карманчики все себе позабивал. Но наш друг, вот сам по себе, вот это подсознание, да, назовем его так, нашего дружбана, он, у него есть очень четкая установка. Он знает, что он работает на нас, что он всегда, его главная задача – оберегать нас, то есть выбирать самое лучшее для нас. Но что для подсознания самое лучшее? То, чем набиты его карманы. То есть если вы ему сказали о том, что, например, деньги – это зло, давайте так, такое слово, деньги – это зло, то он, ваш дружбан, он прям такой, знаете, в каратеху, он точно знает, что он этого к вам никогда не подпустит. Подсознание очень четко, в зависимости от тех программ, которые мы в него закладываем, он очень четко это понимает. Он такой, знаете, армейский чувак. Ему сказали, он вообще не думая, просто делает. Сказали защищать. И у подсознания есть вот эта программа. Программа, которая… Мы всегда считаем, что как бы нас никто не защищает, но это неправда. У нашего подсознания есть главная программа – оберегать вот от всего, от всего, от всего. А теперь посмотрите как. Вот есть этот товарищ подсознание с карманчиками, и вдруг вы переживаете какую-то эмоцию, да, например, почему мы с деньгами переживаем стресс? Вы в детстве видите, как ваш там папа приносит зарплату, мама сидит, считает эти деньги, говорит, о боже, ни на что не хватает. Ты понимаешь, что у тебя там, не знаю, туфли разодрались, мама переживает, что туфли старшего брата на тебя еще великоваты, например. И мама переживает, ты боишься ее стрессировать. И когда ты слышишь слово «деньги», тебя немножечко коребит, потому что ты понимаешь, что денег не хватает. И ты сейчас принесешь зло и неудобства своей любимой маме, семье, когда ты скажешь о том, что тебе нужны новые ботинки, потому что это деньги. А ты знаешь, что папа тяжело зарабатывает деньги, мама все время об этом говорит. И вы никак не можете с этим ничего поделать. Так, не пускайте меня, вы стукнулись, меня не пускают. Так, и, соответственно, в вашем подсознании вырабатывается программа. Деньги – это проблема, это зло. О деньгах плохо говорить, думать, потому что из-за них мои близкие страдают. Вот вы это записываете, закладываете в карманчик. Помните, как вы кладете в карманчик денежки и потом забываете о них? Как приятно залезть в карманчик, ты там надел пальто зимнее, да? А там вдруг деньги ты забыл. О, сколько радости! Или уж девочки в сумочке, да, знакомая история. О, в сумочке денежки положила, забыла. Вот то же самое происходит и тут. Вы в свое подсознание положили вот этому чувачку в карманчик и сами забыли. Но он-то не такой, как вы, он армейский, он увидел. Деньги – зло. И он говорит, деньги заставили страдать моего хозяина? Ну нет, больше я эти деньги ни за что не подпущу. Никогда не подпущу. Мой хозяин не будет страдать из-за денег. Нет, деньги – зло. Я буду отбиваться от них всяческими способами. И вот за ваши годы проживания вы переживаете снова и снова разные стрессирующие ситуации, связанные с деньгами. Вы заходите в магазин или приходите в ресторан и все время начинаете смотреть на меню и думать, господи, сколько это стоит. Опять эти деньги ненормальные. Заходите в магазин. И вот вы уже везде начинаете акцентировать внимание, что все такое дорогое, все такое зло. И ваше подсознание говорит, опять эти деньги. Нет, нет, я не дам тебе этих денег. Не бойся, я буду вибрировать, я буду жонглировать. Не будет денег в твоей жизни. Они приносят тебе дискомфорт. Я не дам тебе этих денег. И продолжается история дальше. Потому что у нас каждый день какая-то мысль на тему денег, а у очень многих из нас вообще это ключевое. Потому что когда мы думаем об отдыхе, мы думаем о деньгах, у меня недостаточное количество денег. И снова вы испытываете стресс. Даже когда вы мечтаете о платье своей мечты, вот часто мне говорят на рерайтере жизни, Оля, ну как же так? Я же вибрирую, я хочу. Но вы трясетесь в этот момент от ужаса. Сколько денег вам понадобится, чтобы купить это платье или эту машину? И вас внутри начинают опять эти деньги. И ваше подсознание снова лезет в карманчик и говорит, нет, я не дам тебе денег. Они не подступятся к нам. Как сильно хозяин тебя трясет от этого? Не будет, не бойся. То есть, понимаете, вот это излучение наше, наше вибрационное, которое мы, эмоция, которую мы вкладываем при мысли о чем-либо материальном, а материального здесь очень-очень много, оно, конечно, ну никуда не девается. И оно в нас прогрессирует. Поэтому вот вчера там участница марафона мне говорит, я медитировала, программировала там выиграть путешествие. Но я его не выиграла. И я знаю, что когда я его программировала, меня трясло от ужаса, от страха, что я могу его выиграть. И вот когда вы трясетесь от какого-то ужаса и страха, что, а вдруг это произойдет? Вы говорите, я хочу себе нового партнера, мне плохо со старым, я не могу с ним быть, я несчастлива с ним. Но при этом вы думаете, блин, он же отец моих детей, а что если я разрушу нашу семью, наши дети будут несчастливы, как же я буду жить? И вот эти все мысли, которые вы начинаете думать, являются глубоким таким огромным просто блоком. Вы не можете ничего поменять. То есть вы с одной стороны как будто бы что-то хотите, мечтаете, но ваш страх все блокирует. А почему? Потому что у вашего страха что-то зашито в подсознании, что-то у вашего друга подсознания лежит в карманчике. И вы в этом карманчике все это положили, и опять-таки вы забыли. Вы уже не помните, какой источник этого был. Может быть, развелись ваши родители, или вы слышали какие-то разговоры, может быть, вы слышали эти ссоры и скандалы. Все что угодно. Вы как денежку положили с детства и забыли. Но ваше подсознание опять-таки помнит, потому что мы помним, что у нас армейский чувак, и он слышит приказы, он всегда их помнит. И поэтому он от вас всячески это отводит. И он говорит, нет, у тебя никогда не будет других мужчин, никогда не будет других отношений, или не то, что других, вообще никаких. Отношения приносили и доставляли тебе только боль. Я не подпущу к тебе партнера никакого, потому что иначе что же это будет-то, если партнера мы подпустим? Нет, ты будешь несчастлива. Поэтому будь одна. Лучше быть одной, чем с таким партнером. И вот эта вибрация у нас происходит. И хотелось бы мне вам сказать, что это я сама придумала, но нет, это так работает. И когда мы начинаем это понимать, когда мы с вами начинаем думать об этом, мы действительно, вот как вы сейчас пишете, мы действительно начинаем осознавать, что да, вот почему это не работает. Вот люди часто говорят, я программирую, у меня не программируется, я медитирую, у меня не медитируется. Я всегда привожу один пример. Умножение на ноль. Вот вы должны понимать, что страх – это ноль. Когда вы чего-то страшно боитесь, хорошего или плохого, это всегда ноль. А какое бы число, какую бы крутейшую эмоцию, счастье, радость, и какую бы глобальную мечту мы бы с вами не сделали, умножая ее на ноль, мы получаем с вами ноль. И это всегда важно помнить. Поэтому вот вам ответ на вопрос, почему это происходит. Деньги – это то, с чем необходимо работать долго. Я вот сейчас, ну почему долго, может быть, плохое какое-то убеждение, но, скажем так, денежные программы – это то, на чем необходимо работать. Почему? Потому что, прежде всего, нам нужно найти, где они у нас спрятаны в нашем подсознании. Нам нужно залезть в карманчик, найти, вспомнить, откуда это, почему это. Чаще всего такие вещи вскрываются в медитации, потому что медитация – это то, что позволяет вам выйти на ваш подсознательный уровень и достать оттуда какое-то воспоминание, которое, в общем-то, будет ключом. И когда мы достаем это всегда, и мы переписываем это, мы переделываем это, то есть мы в своё подсознание закладываем другую программу, что всё было классно, что наоборот, вот наоборот такой, знаете, переворотик творим. И тогда, удивительным образом, мы просто меняем в карманчике программу, и наше подсознание начинает работать таким образом. Как найти? Ну, ещё раз, вот вам сказала, что это, в принципе, системная работа. Вот я сейчас собираюсь для всех выпускников рерайтера сделать такой маленький продукт, вот вам, кстати, первый раз говорю, именно по работе с денежными программами и потом по работе с личными отношениями, потому что я вижу, что есть системная проблема у многих, именно системная, и людям необходимо её решить. Сейчас я не могу, ну, то есть, когда системный подход, это системный подход, я не могу вам его сейчас вот рассказать. Сейчас, ещё раз говорю, заходим, задача перепрошить эту программу у себя в подсознание. Это делается с помощью, в основном, медитации. Других каких-то способов, я не знаю. Есть сознательное, когда мы понимаем, вот я вам что-то рассказала, и дальше, когда мы делаем что-то в медитациях, и у нас это ложится в наше подсознание. По поводу, ещё раз, по поводу вот этого страха. Что вы можете сделать прямо сейчас? Давайте, вот, медитации, программа, Олечка, это всё хорошо, давай то, что сейчас. Что вы можете сделать сейчас? Ну, во-первых, отследите. Всё начинается с того, что мы отслеживаем симптоматику. Мы отслеживаем симптоматику и начинаем замечать, где нас начинают сводить. Вот прям записывайте себе. Например, вам пишут, сбросить за ребёнка в школе сколько-то денег. Вы дёргаетесь, пишите себе. Неприятно, сводит по этому поводу, отметили пункт. Например, захожу в магазин и хочу купить больше, например, продуктов. Нужно смотреть на ценники или, что ещё хуже, нужно чётко по списку покупать. Не могу позволить себе лишнего. Мне неприятно. Следующее. Не могу позволить купить. Ну, с детьми это связано, вот у меня, например, это всё всегда срабатывало в сложные моменты с детьми. Если я что-то не могу позволить ребёнку, всё, я понимаю, что у меня днище начинается. То есть это для меня лично был самый главный звоночек. Ну и, конечно же, к себе тоже. Когда ты понимаешь, что ты хочешь купить себе новую кофточку или курточку, а ты вообще ничего купить себе не можешь, да, и тебе становится неприятно. И ты боишься заходить в магазины. Почему? Ты говоришь, мне ничего там не надо. Потому что у тебя нет денег, и ты себя чувствуешь от этого плохо. Сначала вы записываете эту симптоматику, где это играет у вас. Зачем? Для того, чтобы вы чётко увидели, что да, у меня это есть. Меня действительно по этому поводу корёбят. Ну, то есть это важный блок такой. Второе. Мы с вами немножечко изучали и знаем законы, и мы знаем, что у нас есть такой закон ставки. Наша задача, это всегда работает очень хорошо, наша задача изначально изменить убеждение. Смотрите, какая интересная штука происходит в мире. Мы с вами одновременно находимся в двух мирах, внутреннем и внешнем. Внутренний мир – это наши мысли и реакции на то, что происходит во внешнем. Это хорошо, это плохо, ты дурак, ты умный. Ой, какие страшные люди, ой, какие замечательные. Это наши реакции. И наш внешний мир – это ситуации и обстоятельства. Вот стоит машина едет, дерево качается, дождь идёт, там, не знаю, на работе что-то происходит. Это наш внешний мир. Они взаимосвязаны. Каким образом они взаимосвязаны? Мы всегда живём с вами. Я почему, может быть, тысячу раз кому-то повторяюсь, но потому что есть люди, которые смотрят мой первый эфир. Поэтому хочу, чтобы всем было понятно. Остальным повторениям – мать учения. Мы с вами же привыкли жить так, что что-то с нами происходит, а мы на это реагируем. То есть мы встали, кто-то нам сказал, дура, у нас плохое настроение. Мы споткнулись, там, у нас опять плохое настроение. Мы купили кофе, у нас хорошее настроение. Кто-то нам сказал, ты красивая, у нас хорошее настроение. То есть мы как болванчики, лялька такая, знаете, не валяшка. Вот туда нас тнули, туда нас тнули. Мы только реагируем. Но по факту у нас есть внутренний мир, это наши мысли. И жизнь вообще идёт от обратки. В зависимости от того, какие у нас мысли, какое у нас настроение, реальность нам, наши мысли облачают в формы. Мы просто этого не знаем. И поэтому в тот момент, когда вы решаете, например, что у вас сейчас плохое настроение, или отреагировать как-то на этого человека, который идёт, и он вас бесит, вы можете выбрать другую реакцию. Слава Богу, я доехала. Вы можете выбрать другую реакцию, и вы можете подумать, это классный человек, что я хорошее могу для него сделать, что я могу сказать ему хорошее. Вы ему можете подойти, что-то сказать хорошее, а он вам скажет хорошее, а потом он вам что-то предложит, и вот уже у вас появилось хорошее. И вы должны понимать, что наша жизнь идёт не от внешнего мира, а от внутреннего. И в зависимости от того, как вы будете для себя выбирать, вот это знаете, как с цветами. Я привожу этот пример тоже часто. Вы можете сказать, я хочу видеть всё голубого цвета. И вот я сразу вижу голубая машина, голубое здание, голубой балкон, голубой гараж. А можете сказать, я хочу всё видеть чёрное. И вы будете находить чёрное. То есть это ваше решение. Всё есть всё, все цвета. И у вашей жизни есть место для всего. И для плохого, и для хорошего. Но вы имеете возможность выбирать. И вы должны об этом знать. И в зависимости от того, что вы выберете, то в реальности вы увидите. Соответственно, я уже так глубоко зашла, что я не помню, с чего я начинала. Боже, эта гениальность страшная штука. Но давайте попробуем привязать это к деньгам. Соответственно, да, вы имеете право, вспомнила, выбирать. Закон вставки. Помните, я вам сказала, что в тот момент, когда у вас реально нет денег, и вы заходите, и вас что-то злит. Например, что эти вещи висят, а вы не можете их купить. Вы смотрите и думаете, какие красивые вещи. Не какие они дорогие, какие дебилы их покупают. Какие красивые вещи. Я хочу носить такие вещи. Я пойду их померю. Вы меряете эти вещи. Вы смотрите, какая вы красивая в этих вещах, или какой вы красивый в этих вещах. Вы получаете кайф, вы фотографируетесь в этих вещах, вы себе делаете доску, выкладываете эти вещи и думаете, блин, ну какой же кайф, что это происходит, что у меня есть возможность когда-нибудь носить такие вещи. Я хочу их носить. Вы себя представляете в этих вещах, вы медитируете на себя в этих вещах, и вы радуетесь. Когда вы заходите в магазин, вы смотрите на продукты, которые вы хотите покупать. Да, сегодня у меня нет денег, ничего страшного. У меня есть на это деньги, они уже ко мне идут. Я, а что бы я хотел купить? Я бы хотел купить это, или я бы хотел купить это. То есть вы включаете в себя такое совершенно другое к этому отношение. Да, вы можете казаться себе психом, скорее всего, вы даже будете психом и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, я просто припарковалась, появились люди вокруг, но, тем не менее, ваша внутренняя вибрация будет меняться. То есть ваше отношение, ваша задача заставить себя это полюбить. Что будет происходить дальше? А дальше начнут происходить какие-то чудеса разного характера. Самые простые это то, что вы вдруг увидите, как у нас недавно было у одной участницы, что она хотела купить себе какую-то юбку, и вы увидите, что она... Здрасьте, у меня прямой эфир. Здрасте. Хорошего? Нормально? Мужчины всякие лезут. Ладно, молодые, красивые, пусть будут. Итак, вы увидите, девочка хотела купить юбку, вот вспомнила от поцелуев, и у нее не было достаточной суммы денег. В общем, она зашла в магазин и купила эту юбку с большой скидкой. Оказалось, что на юбку есть скидка. Бывают истории, девчонка у нас одна мерила белье очень красивое, которое стоило очень дорого, и она боялась зайти в магазин. Потом она зашла, и я подумала, ну, юб, сильно померить-то я могу. И я не знаю, каким чудом это произошло. В общем, хозяйка сделала ей сумасшедшую скидку и сказала, что она должна уйти в красивом белье. И она ушла в этом белье. Это мелочи, это такие мелкие истории, потому что наша глобальная задача – это изменить реальность так и подтянуть, чтобы вы могли себе это позволить, чтобы к вам начало приходить достаточное количество денег. Но деньги приходят к тем, никто стрессует по их поводу, никто переживает, никто говорит постоянно, мне не хватает, мне страшно, я весь в долгах. Ребята, я это так хорошо знаю, у меня тоже были очень разные периоды, и я знаю, как сложно, когда ты по уши в долгах, когда всё на тебя наваливается, когда тебе всё время не хватает, думать что-нибудь позитивное о деньгах. Я знаю, я, поверьте мне, знаю, как никто, но нужно, нужно. Поэтому я и говорю о том, что важно переключиться, важно переключиться с денег на то, что приносит удовольствие. Вы идёте в магазин просто порадоваться, вы говорите себе, я не иду себя подразнить, я не иду поставить себе план, кинжал, меч, я не иду показать себе, что я говно, которое не может позволить себе это купить, я просто порадоваться хочу. Что есть такие вещи, что есть прекрасные люди, которые их покупают, что их шьют, что это всё есть, что есть такие красивые магазины, я просто хочу этому порадоваться. И всё. Не думать о том, что там обо мне подумают продавцы, консультанты, да насрать всем на вас. Ну поймите, они хотят продать, вот нам часто кажется, вот они нас взвешивают, ну какая вам разница, что они с вами делают. У нас у всех есть такая очень большая-большая-большая гипер-гипер-нюансик. Мы всё время думаем о других, мы думаем, что они о нас думают, мы думаем, что они сделали, мы думаем, в чём они неправы. В треме они, ты, 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 а я? А я? Что я? Вот всё время, что я? Я хочу носить эти вещи, да, тогда мне нужно привыкать к тому, что я ношу эти вещи. Я хочу быть, вам никто не мешает даже набрать тележку, прийти однажды в магазин и набрать тележку, ту, которую вы хотите. Вот ту, которую вы хотите. Вот кайфануть, вот представить себе, как вы будете это брать. Да и ради бога, я вчера полную тележку поставила в магазине и ушла. Вот, но потом, правда, вернулась. Ну вот так вот произошло. Будьте проще, научите себя, привейте себе такое мышление состоятельного, успешного человека. Состоятельный, успешный человек, это человек, который никому ничего не должен. Вот поверьте. Вот пришла, и у меня колготки порвались. Ну и фиг с ним. У меня однажды, я выступала на каком-то мероприятии, у меня порвались колготки. Страшно какие-то дорогие колготки, естественно, потому что я же супер-пупер. И, короче, и никто не видит. А я знаю. И мне кажется, что все смотрят на мои колготки. И я встала и говорю, значит, смотрите, такая ситуация. У меня есть колготки. Я их порвала. Все смотрите. И я взяла, разорвала прямо на себе в такие огромные дыры эти колготки. И говорю, чтобы теперь никто из вас, вдруг где-то не увидев, не сказал там, Оля, ты знаешь, что у тебя была стрелочка на колготках? Вот теперь вы точно понимаете, что я вижу, что они порваны. Но я пришла выступить, и мне нужно это сделать сейчас. И я не хочу об этом думать. Поэтому я буду стоять в хлам в разорванных колготках. То есть это тоже нормальная история. Будьте расслабленными. Учитесь быть. Вот в тот момент, когда вы устанете и решите на всех забить, в тот момент, когда вы перестанете париться, кто что о вас подумает, сколько у вас тех денег, вам станет хорошо. У меня был такой интересный опыт. Ну, не то, чтобы он был интересный. Я была в шоу-убийстве много лет. И мне было 20. Много лет прибыло 20. Хорошо. Мне было там с 18 до 24. И я помню вот этот период 20 лет. Знаете, когда мы все пытаемся во всем показаться лучше, чем мы есть. Типа, если секс, то я опытная жрица. Если там деньги, то у меня все есть. Ну, короче, во всем. И я никогда не позволяла мужчинам покупать мне что-то. Или там они не очень-то и стремились, потому что были счастливы, что я ничего не прошу. Но я могла заплатить за себя в ресторане. Ну, правда, не все мужчины это позволяли делать. Но у меня не всегда были деньги на такси. Вот так. Не всегда были деньги на такси. И я могла сесть в такси. И если мой парень не заплатил, я могла ехать и через 3 метра сказать ему, выпустите меня возле метро, пожалуйста. Потому что у меня не было денег. И я не могла сказать парню об этом. И очень долгий период, когда я не могла говорить ничего о деньгах вообще. О том, что там, ну, знаете, я типа, я не могу пойти с тобой, я не могу чего-то сделать. То есть я все время блокировала, да, там, например, тебя завлет подружка куда-то, у тебя нет денег. Ты не говоришь, слушай, у меня нет денег с тобой пойти. А ты говоришь, ой, я не могу, я занята. Я не могла это сказать. Мне казалось это очень стыдным. Это очень чем-то вот вообще. Вы знаете, потом в какой-то момент я решила эту тему переключить. Когда я научилась достаточно спокойно говорить о том, что там, не могу сейчас себе позволить. Я боялась спрашивать цены. Я вот потом, когда у меня появились деньги, я помню, я боялась спрашивать цены, мне было, я в чем-то стеснялась. Вот я сейчас вообще ничего не стесняюсь. Я сейчас могу сказать, так, а дайте мне, пожалуйста, подробный план, почему это столько стоит, сколько это стоит. Я всем говорю одну простую штуку. Даже если это небольшие суммы, я всегда говорю всем одну простую штуку, что, ребят, если бы я была содержанкой, наверное, я точно не знаю, но, наверное, если бы мне кто-то деньги давал, я бы, наверное, их раздавала просто. Но я люблю платить. Я правда сейчас люблю платить, поэтому сейчас не работаю с людьми по бартеру, там еще по чем-то, ни продавнику рекламы. Я не хочу ничего этого. Я знаю, как мне зарабатывать. Я люблю платить деньги и покупать то, что мне нравится. Поэтому у меня в профиле, если есть какая-то реклама, то это реклама, которую я купила что-то, и мне это нравится. Вот и все. Так вот, я всегда говорю, что я зарабатываю деньги, и я хочу знать, за что я их плачу. Я хочу понимать эту математику. И все. Просто потому, что я знаю цену этим деньгам. Не потому, что я жлобиха, жматиха там. Нет. Я просто хочу знать цену. И да, я сравниваю. Да, я нормальный абсолютный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому к деньгам нужно выработать свое отношение позитивное. Перестать стрессовать. Да, я сейчас, может быть, не могу купить это путешествие, но тем не менее, какое кайфовое будет это путешествие. Как классно будет. Меньше думайте о понятии «купить». Больше думайте о том, чтобы иметь. И не труситесь от страха. Доверяйте. Знайте, что для вас всегда приготовлено лучшее решение. Не кем-то, не Господом Бога и Моей Вселенной. А вы для себя это готовите. Потому что ваше излучение это и притягивает. И когда я знаю, что я доверяю миру, потому что я его часть, потому что я вибрирую на этой части, потому что я дышу на этой части. Я сейчас говорю, у меня кончики пальцев трясутся. Тогда я знаю, что всё происходит наилучшим образом. Не получилось, это не не получилось. Это просто не тот вариант, который я думала, что должен быть. Нет. Получается всегда. Получается. Возьмите это себе. У меня получается всегда. Я пришла, меня не взяли на работу. Это не не получилось. Это получилось. Не получить ту работу, которая мне не нужна. Моё всегда получается. Но для того, чтобы это было действительно так, а это не считалось вашей иллюзией, вам необходимо жить этим. Вам необходимо настроиться на эту волну. Это как лёд. Вот понимаете, вам нужно встать на лёд и поехать на него. И тогда вся жизнь ваша будет на льду. Нельзя как-то частично. Вот тогда вы будете в правилах этого льда. То же самое и здесь. Если вы это принимаете, если вы начинаете над собой работать, если вы раскрываетесь в этом, если вы начинаете по-другому мыслить, анализировать, если вы соображаете всё, что происходит, вы входите в поток. Это действительно состояние потока. И это не состояние периодическое. Это состояние пожизненное. Это состояние… Почему пожизненное? Потому что вы не хотите из него выходить, потому что в нём классно, потому что зачем из него выходить, если здесь хорошо? Это как бассейн с тёплой водой или океан с идеальной водой. Понимаете, зачем из него выходить, если вы рыба? Вы вдруг понимаете, я рыба, я хочу тут жить. Я не хочу быть рыбой, которая загорает, а потом бегает и делает все сложности. А люди, по факту, это вот такие ненормальные рыбы, которые всё время говорят, нет, мы простых путей не ищем, нет, давайте усложним, так не бывает. От добра добра не ищут. Вот вдумайтесь, гениально, от добра добра не ищут. И нас так воспитывают, и наших детей так воспитывают, и всех так воспитывают. Вы вдумайтесь, как нас программируют. В смысле, если человек тебе делает что-то хорошее, то жди обязательно за подло. Здрахуйте, я не знаю, что сказать по этому поводу. Зачем мы в это верим? Зачем? У меня есть ощущение, что люди рождаются с плёткой. Для того, чтобы их хлистали. И я это, кстати, замечала неоднократно, что мало того, что люди занимаются самобичеванием, в своё время, когда я вела бизнес-тренинги, и я жёстким тренером была, ко мне очень любили приходить учиться, просто чтобы я хлистанула. Я вам скажу больше, у меня когда-то был интересный опыт, я проводила эксперимент, у меня есть фотосессия с плёткой. И я поместила эту фотографию на сайте знакомств. Было интересно. Я писала статью на эту тему, и ко мне пришло такое количество запросов от мужчин, причём очень состоятельных, я не знала всей этой терминологии, и в общем всё, что они просили, но которые предлагали мне приехать и быть их госпожой. Я поняла, конечно, что у нас это такое, знаете, ну я не знаю, в ментале, или это вообще в мире у людей, я как-то не сильно в этом плане экспериментировала узнавать, но действительно у людей это присутствует. Вот эта история присутствует сделать себе больно, и это каким-то образом меня подхлестнёт. Зачем оно вам надо? Спросите себя, почему я постоянно сам себя угнетаю? Почему я стремлюсь всё время себя за что-то наказать? Почему я всё время жду, что что-то произойдёт плохое? Что хорошего так много не бывает? Помните в детстве? Не смейся, а то будешь плакать. Потому что у меня прям сегодня повскрывались программы. Не смейся, потому что будешь плакать. Ну что это такое вообще? Ну кто нам этого насажал в голову? Родители совершенно не соображали ничего. Вот спросите у своей мамы, мама, мама, это ты тут? Увидела знакомый какой-то значок, думаю, может, это моя мама. Понимаете, не смейся, а то будешь плакать. Это просто какие-то вот очень интересные штуки. Когда вы начинаете просто осознанно об этом думать, просто размышлять на эту тему, вам не нужно быть гениальными. Просто начните вот размышлять на тему своих поступков и мыслей. И вы сами поймёте, ну как это всё несерьёзно, как это всё смешно, как это всё по-детски в конце концов. Ну мы же взрослые. Ну чего же мы вообще не соображаем-то о происходящем? Ну нас куда-то несёт и несёт, и несёт, и несёт. И люди не могут вообще остановить себя. И вообще не понимают, что они делают. Ну что это такое? Почему? Вы знаете, сегодня родительский чат сработал. Это моё новое вдохновение, я думаю, будет для эфира. У нас прекрасный учитель, у моей старшей дочери в классе. Прекрасный учитель, она классная, потому что она не то, что жёсткая, но она вот может построить. Вы представляете, что такое быть учителем начальных классов, где 30 детей и ещё 60 взрослых, потому что есть папа и мама. И каждый что-то от тебя хочет. И вот одна маман начинает говорить, писать в общий чат, что учитель её заблокировал, что она, значит, учитель ей угрожал, что, значит, там, ну вот такое начинает нести, читать. И в общем чате она это делает. Я считаю, что у нас прекрасная учительница, замечательная. Мне лично очень нравится. Я вообще в родительских чатах, кроме окей и лайка не сердечко, ничего не делаю. Но сегодня я подумала, ну почему, мать твою, я должна позволять какой-то тётке, во-первых, всё время меня отвлекать этим чатом, во-вторых, наезжать на учителя, на человека, нормальную, хорошую бабоньку, которая выбрала для себя этот какой-то путь, очень странный для меня, и любит ещё этих детей. Что самое интересное, учителя, представьте себе, они работают десятилетиями, и они каким-то образом любят этих детей. Я встала на её защиту и поставила тётеньку на место, объяснив ей немножечко, что, как бы, во-первых, не в этом месте это решается, а во-вторых, что есть такие люди, которым учитель нравится. Поэтому пусть она решает свои вопросы где-то там, с другой стороны. Но я замечаю, что люди очень любят, очень любят вот это вот всё время каким-то образом, знаете, вот если у них говняно, они любят вот это говняно, и всех в это влить, и посмотрите, как это всё плохо, и давайте всех позднить, люди, ну что с вами происходит? Мне прям хочется ей это, знаете, ссылочку, иди на рерайтер жизни, иди, иди. Но я же понимаю, что ей не нужен рерайтер жизни, потому что тем, кому он нужен, они сами приходят, а тем, кому он не нужен, они вот это вот пишут мне, там, ты страшная, ты там ещё какая-то, ты… Всегда, когда человек вам говорит «ты», переводите одно слово в «я», потому что когда мы говорим о других, мы всегда говорим о себе. Это тоже важно понимать. В тот момент, когда мы показываем одним пальцем на кого-то, остальные пальцы смотрят на нас, и никуда от этого не деться, никуда от этого не деться. Вопрос не в том, чтобы кого-то спасать. Спасать, знаете, неблагодарное дело, и не стоит таких задач. Просто когда человек машет рукой, то как бы дать ему руку – это нормально. А когда человек сам себя топит, мне всегда это поражало, знаете, как бы зачем спасают самоубийц, ну человек выбрал, выбрал, ну имеет право, ну ничего страшного, ничего такого как бы не произойдёт и не случится, ну умер, ну ничего, потом когда-нибудь родиться заново. Проще ко всему относитесь, легче ко всему относитесь, и переставайте делать из всего какие-то трагедии, потому что, ну жизнь – это слишком приятная штука, в ней так много удовольствия, в ней так много всякого кайфа. И зачем эти страдания, кому они нужны, и для чего вы их, самое главное, зачем вы себя на это обрекаете? Откуда этот мазохизм? Мне плохо, я не знаю, что мне делать. У меня депрессия, у меня ещё что-то. Деньги – это зло, мне никогда не заработать столько денег. Откуда их столько взять? Вы пробовали когда-нибудь на другую тему поговорить? Когда-нибудь пробовали сказать себе о том, что денег много, а у меня классное настроение, а у меня класснючее настроение, а у меня… Да, мы бываем все в невменяемом состоянии, особенно когда мы мало тренируемся, ну вообще не тренируемся. Даже когда мы тренированы, у нас тоже бывают срывы. Ну да, вот я вчера наблюдала у одного своего знакомого такой заскокик легенький. Вот, но, тем не менее, ну дайте, не получилось, разок встали и пошли. Но жизнь отображает всё то, ваша реальность, отображает всё то, что творится у вас здесь. Поэтому деньги к вам не приходят, потому что вы их не хотите. Вы их не хотите, вам они не нужны. У вас такое количество страхов и блоков, что просто, ну понаблюдайте. Вы сами увидите, как вы вслух проговариваете какие-то штуки. Вы увидите, что всё, что связано с деньгами, вас каким-то образом отнекивает. У меня была ситуация такая в сложный период, когда мне позвонила мама одна и говорит, Олечка, она собирала деньги там на соревнования. Она мне говорит, Олечка, сегодня последний день стартового взноса нужно внести. И я как заору на неё. Да что вам все эти деньги нужны? Я потом пришла в себя и думаю, мать твою женщину. Вот к чему приводит вот это состояние. Я, конечно, позвонила, извинилась и говорю, прости, ты вообще ни при чём, во-первых, к этим деньгам. Это же она мне не в долгах просила. И вы знаете, мне эти осознания очень сильно помогли оттолкнуться от дна, на котором я в своё время оказалась. То есть осознание того, что нехватка денег и постоянные мысли о деньгах, о том, что они мне нужны, это сильно сложнее, чем думать о чём-то хорошем. То есть сильно сложнее, чем себя перенастроить. Очень стрёмно всегда, конечно. У нас, когда проблема, мы думаем, ну как нам перестать думать об этой проблеме? Но нам необходимо это сделать. Нам необходимо придумать, как это всё решилось, и настроиться на эту волну. Это как переключить радио. Нам необходимо это сделать силком, себя. Да, да, по-дурацки. Да, это глупо выглядит. Да, это тупо. Но не тупо ли сдохнуть и считать копейки? Не тупо ли быть злым человеком, которому вечно во всём не хватает? Разве это не тупо? Вот тут что у вас победит? Вы должны это решать для себя. Что большинство людей выбирает такой уровень выживания. Постоянные разговоры о проблемах, постоянные разговоры о болезнях, постоянные. Вот сейчас прям не время, а золотое время. А то и в той карантин в стране открылся. В той закрылся я сегодня включила случайно первый канал. И узнала, Израиль закрывается, Прага открывается, это закрывается. О, Господи, мать твою. Я захожу сегодня в ресторан к подружке. И меня встречает человек в маске. Я такая дёрнулась, думаю, маска? Блин, люди в масках. Вообще как дурочка какая-то, знаете, такая забавная. Такая стою и начинаю ржать. Потому что я вообще, я всё время забываю про этот карантин. Я забываю про эти маски. Я, у меня всё время, я не понимаю, что происходит. Это такая, знаете, забавнейшая штука. Потому что мой мозг этим, ну не живёт. Ну простите, ну не живёт. Я знаю, что это происходит. Я знаю, что все могут болеть. И всё это знаю. Но не хочу этим жить. Ну заболею, ну заболею, выздоровлю. Ну ничего страшного. Гриппом болели, ещё чем-то болели. Все выжили. Всё окей. Вот, умереть не, я не собираюсь умирать. У меня такого в планах нет. В принципе, на ближайшие лет 70. Вот так. Поэтому очень внимательно фильтруйте, что у вас тут есть. Фильтруйте. Это вот, знаете, у меня такая пришла аналогия интересная. Что, ну вот наш мозг часто говорят о том, что я думаю как-то, ну позитивное мышление вообще, это мне не нравится. Но говорят, я начинаю контролировать свои мысли. Я начинаю работать со своей головой. Но есть же другие люди. Я прихожу в свою семью или на свою работу. И там все говорят о плохом. Как мне от этого защититься? Я вам такой хочу образный пример, потому что я считаю, что я гениальный человек по примерам. Я всё жду когда-то Оскара за это. Чтобы вы запомнили такую штуку, решили для себя задачку. Представьте себе, что вы сидите за столом. Вообще вот все мысли и всё, что нам накидывают другие люди, это как бы пища для нашего ума. Потому что в желудок мы кладём еду, а в голову мы кладём мысли, о которых мы думаем и потом разговариваем. И вот представьте себе, что вы сидите за большим столом. И вы решили, что вы питаетесь там как-то. Вы сидите, положили себе там морковку, кусочек мяса, взяли себе фрешек сельдереевый какой-то там, ну и там кусочек хлебушка. И вы едите. Все остальные сидят и там едят там оливье, там какие-то крабовые палочки любимые, жареную картошку с салом, с луком. Они едят своё, вы едите своё. И вдруг эти все люди берут и начинают в вашу тарелку кидать свою еду. Вот так вот. Пим-пим. И говорят, ешь, 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 ешь. И вы начинаете это есть. Потому что неудобно отказаться. Неудобно. И у вас такая, знаете, вот тарелка из всего. Вот тут у вас борщ какой-то, тут у вас какие-то щи, кабачки, икра какая-то. Тут у вас картофель, тут у вас сало жирное, тут у вас макароны лежат по-флотски. А тут какой-то жирный такой кусок шашлыка, такой, знаете, такой с салом текущим. Вот тут рыба огромная. И вы такие... Если бы это произошло в вашей жизни за столом, неужели вы бы не сказали, ребят, у меня, простите, этого есть не буду. Неужели вы бы не нашли силы, чтобы встать, уйти, посмотреть на этих людей и понять, они же вообще ненормальные. Зачем вы это делаете? Что вы делаете? Вы бы точно нашли, что им сказать. Но почему тогда те мысли, те дурацкие истории, те обсуждения, в которые вас всё время включают другие люди, вы не в состоянии оторвать? А ведь вы должны понимать, что то, что сегодня ваш мозг получил, мозг, это система, разум, это система, отдающая, принимающая мысли. Чтобы вам было понятно, ещё больше это мясорубка. Наш разум. Если положили куриный фарш, вот курицы кусок, то вы оттуда, простите, пожалуйста, макароны не вытащите, оттуда выйдет куриный фарш. Если вы положите туда шоколадку какую-то, то оттуда выйдет шоколадка. И если вы положите в свою голову мысли о проблемах всего человечества, о том, как не платят деньги, о том, как фигово, о карантине, то вы не вынесете мысли о том, что вы богаты, успешны, состоятельны и счастливы. Это ваше непонятно? Так зачем вы смотрите телевизор? Вы должны понимать, что когда вы смотрите телевизор, новость, то то, о чём они поговорили, этим ваш разум начнёт жить. Он начнёт вибрировать на этой частоте, и если вы расстроились, если вам это было неприятно, то он притянет в вашу жизнь всё, что вам будет неприятно. На любые темы, но вам это будет неприятно. Если это будут мысли ни о чём, то ваша жизнь тоже будет ни о чём. Потому что вы задаёте такую программу «Мясорубка», «Мясорубка», «Что положили, то и сделали». Девочка, вы мне надоели. Так. Какая-то барышня заходит уже второй день и пишет какие-то гадости. Пошла. Вот. Запомните это для себя. Поэтому давайте ещё раз этот образ. Как только он начинает что-то говорить, понимайте, что в вас запихивают каждый свою, простите, блевотину. Вот что он пожевал, он ещё это и жуёт. Он не просто вам это даёт. Он ещё пожевал свечелать. Выплюнул, как старая бабка, и вам в тарелку. Херак. И говорит, давай с тобой обсудим, это же проблемы, это же то, как ты об этом думаешь. А это дура, а это гад, а это то. А шмотки ты видела, сколько стоят, а эти ненормальные. Всё знают, всё. Клуб знатоков. Клуб знатоков. Пи-пи-пи. Что, где, когда отдыхают. Золотая сова. Скажи, на тебе золотую сову. А. Иди. Иди. Яркие образы очень хорошо работают, я вам хочу сказать. Потому что мы забываем, к сожалению, наши знания, которые мы получаем просто, они у нас так часто, знаете, уходят из головы. Но, когда мы с вами вот видим образ, почему лучше всего не записывать, а запоминать образами, тогда у нас с вами всплывают очень чёткие и ясные картинки. Вот, собственно, и всё. Поэтому я хочу, чтобы с деньгами, при мысли о деньгах, у вас всплывали самые красочные картинки, самых вожделенных вещей, ваших домов, ваших путешествий, чтобы вы не боялись этого до тех пор, пока вы думаете, бля, где я это возьму, сколько мне придётся ради этого работать, это так тяжело, вы этого не получите. Не думайте о том, как это придёт. Думайте о кафе, которую вы получите. Думайте о том, что вы сделаете приятного своим близким, себе, себе, ещё раз себе. Будьте эгоистом. Научитесь быть эгоистом, потому что, когда вы эгоист, вы счастливы. А когда вы счастливы, вам есть чем делиться с другим. Потому что, когда вы несчастный, затюканный человек, жизнь которого только закрывает потребности всех остальных, помочь маме, бабушке, дедушке, учительнице, ещё кому-то. А вы где? Вы где? Вы загнанная лошадь? Нафиг надо. Итак, любимые мои. Во-первых, я вам опять-таки безумно благодарна за то, что у вас так много пришло, и вы держитесь на эфир, который я не анонсировала. Во-вторых, я вам желаю сильно много денег, потому что в этом нет ничего плохого. Потому что деньги – это классно. Если они у вас будут, вы обязательно со мной поделитесь. Я найду вам что-нибудь хорошего, кого предложить. Вот. И я люблю денежки. Потому что денежки дают ощущение и понимание того, что ты кому-то нужен. Потому что деньги для меня лично – это тоже критерий понимания, оценивания других людей моего труда. Хотя это такой труд кайфовый, честно. Трудилась бы и трудилась. Итак, я приглашаю вас на Рерайтер жизни. Спрашивали, ссылочка есть у меня в профиле. Рерайтер жизни – это офигенный марафон. Вы знаете, вы даже можете не читать, о чём он, потому что он вам точно понравится, если вам захожу я. Это точно. Это лучшее, что сегодня есть и ещё долго будет. Это то, на чём я работаю every day. То, что вдохновляет не только меня и других людей. Самое главное – то, что меняет жизни. Я научу вас быть собой. Научу вас быть такими счастливыми, которыми вы хотите быть. Я помогу вам познакомиться с собой. Потому что здесь нет каких-то шаблонов. Здесь нет правильной и неправильной. Здесь просто есть вы. И вы должны единожды понять, какой вы, чего вы хотите. И перестать бояться себя. Тогда всё будет офигенно получаться. Наш новый поток стартует 1-го числа, 1-го октября уже. Мне даже не верится, что так быстро идут месяцы. У нас на страничке есть миллиард отзывов. У меня в актуальных сторис есть миллиард отзывов и разных штук. Есть люди, которые их писали. Поэтому вы можете с кем-то пообщаться, спросить. Если вам прям супер-пупер интересно, правда ли это или это всё подставные люди. Обожаю всех рерайтовцев, которые здесь есть. Потому что я знаю, что вы всё время приходите. Вы уже укушенные рерайтером и укушенные мной. И доза – это необходимо. Не слушайте никогда людей, которые говорят вам о том, что что-то невозможно и всё это фигня. Помните, что мы сами выбираем, какой будет наша реальность. И прежде всего вот здесь. Посмотрите мои другие эфиры, если вы этого не сделали. Я думаю, вам станет более понятно. И, конечно, жду вас на рерайтере. Обязательно приходите, потому что, как я говорю, рано или поздно это обязательно с вами случится. И каждый из тех, кто меня смотрит, обязательно придёт на рерайтер жизни. Зачем ждать? Обнимашечки. Люблю, целую. И, пожалуйста, всегда прошу, кто досмотрел эфир до конца, я его сейчас опубликую. Оставьте несколько комментариев, ну не несколько, а каждый. Оставьте комментарий, кому не лень, для того, чтобы люди знали и видели, стоит ли смотреть этот эфир, хороший он или нет. И для меня это будет такая небольшая плата от вас в виде ваших, я надеюсь, приятных слов. Всё. Всем пока.